Ассаламу алейкум, это Спорт Тайм, и как всегда, главные события недели в наших материалах. Ассаламу алейкум, это Спорт Тайм. 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 Спортсменов, гостей, туристов в эти дни дожидает спортсменов. Это великолепная погода на казино Аме. Мы посмотрели по прогнозу, у нас там и ветер хороший будет, крепкий, и дожди будут, и солнечная погода. То есть все ощущения, которые должны ощутить тех смен, они их ощущают. Кто к нам едет? А к нам едут именитые спортсмены со всего мира. У нас едет команда с Германии, Италии, Финляндии, Украины. Едет команда с Казахстана, Эстония. То есть у нас география такая обширная, участников, и именитая. К нам едут чемпионы мира, неоднократные чемпионы мира, известнейшие имена в парусном спорте. Едут чемпионы Европы, едут чемпионы России, едут к нам олимпийские призеры. И это все участники, это не гости этих соревнований, а именно участники. Наша республика совершила такой огромный прыжок в парусном спорте, и мы у всех на устах. И всем интересно не просто поучаствовать в очередных соревнованиях в парусном спорте, а именно побывать у нас в республике, погоняться на новой акватории. Для многих она действительно новая, так новая акватория. Да, у нас едут участники, которые у нас уже были на Кубке казино 2017 года. Они уже как-то свою тактику строят, зная ветровые условия. То есть они будут такую конкуренцию составлять. Будет интересно очень. Вот вы сказали, имена очень громкие. Да, действительно, получается, если по именам, это очень престижный турнир. Вообще, как сами спортсмены его оценивают? Бывают многие турниры, я знаю, в единоборствах, в вольной борьбе, если брать. Многие турниры, это как этап подготовки к определенным стартам. Рассматривают этот старт именно так, или же это уже непосредственно, кто едет, ставит только задачу выигрывать, мотивация спортсменов. Потому что от этого тоже многое зависит в плане зрелищности и вообще статуса. Да, конечно. В том-то и дело, что основная масса спортсменов, именитых, им неинтересно участвовать в каких-то либо турнирах, в каких-то соревнованиях, в обычных. Потому что обычных соревнований очень много в парусном спорте. А наши соревнования привлекают, конечно же, своей необычностью. Тем, что это высокогорье. Тем, что собираются именитые спортсмены. Вот, скажем так, по большому счету, допустим, не было бы интересно гоняться, скажем, с детским садиком, да, кому-то, взрослому человеку, с детсадом. Вот то же самое в парусном спорте. Но неинтересно гоняться со слабыми экипажами. Хочется турнирной борьбы какой-то. Хочется драйва на воде. А этот драйв ты получишь только тогда, когда у тебя достойные соперники. Ну, вот вы сказали, высокогорье, вот несколько раз это отметили. То есть, есть разница, получается, в выступлении высокогорье и на равнине. Ну, это понятно, да. Но вот есть нюансы изнутри, вы лучше знаете. Вот расскажите об этих разницах. И, может быть, какая-то разница в престиже выиграть на равнине и высокогорье есть в этом тоже? Ну, престиж, конечно, говорить тяжело. На сегодняшний день самые престижные соревнования, к сожалению, не у нас сегодня проходят. Это чемпионаты России, национальная парусная лига. А если брать, да, чем привлекательно еще? Тем, что, скажем, почему я подчеркиваю постоянно высокогорье. Это, конечно же, условия недостатка кислорода. То есть, спортсмен, когда выступает в высокогорье, он свой организм настраивает на недостаток кислорода. А это постоянное движение. Это не просто сидеть на борту яхты, что-то делать. Нет, там постоянно идут передвижения. Ветер, постоянно изменчивый ветер. То есть, он отражается от гор, возвращается. Он может быть пологим, может быть высоким. По воде это не видно, так как у нас волны нет. То есть, у нас погодные случаи не такие, чтобы волну поднимать. И, соответственно, спортсменам очень тяжело приходится. Но отработав на таких вот высокогорных озерах, на регатах, он совершенно другие результаты уже на равнине человек показывает. Это не только касается парусного спорта, это вообще касается спортсменов. Поэтому я считаю, что казино АМ должен развиваться, как именно такой кластер, кузница различных видов спорта, в том числе и водных. Не только парусный спорт. Ну и вот непосредственно о самом турнире говоря, завершая тему, вы готовитесь установить еще один рекорд. Подробнее, что за рекорд? Ну, я-то знаю, но все-таки для зрителей. Да, федерация становится, как мне уже сказали тут некоторые наши друзья, что становится такой кузницей опять-таки рекордов России. Скажу сразу, это не будет крайним рекордом, который мы будем устанавливать. Нас еще впереди ждет книга рекордов Гиннеса. Но это мы уже потом постепенно это все сделаем. А сейчас мы проводим международную парусную регату. И она будет внесена в Книгу рекордов России, как самая высокогорная международная парусная регата в Евразии. Выше нас паруса еще никто не подымал. Это очень интересно, и мы вас заранее поздравляем. Ну и, конечно же, мы сказали, что это последний вопрос касательно самого турнира. А теперь уже касательно команды. Как команда Ахмат готовится к этим соревнованиям? Где сборы проводили? Сколько стартов прошло в последнее время? Во время детской регаты, я помню, наши спортсмены были где-то за границей. Оттуда свое приветственное слово отправляли участникам. Да, у нас команда Ахмат выступала в этом году и достойно выступила на чемпионате Европы. Конечно же, были все удивлены. Команда Ченской Республики выступает. К сожалению, я не смог попасть на эти соревнования из-за того, что мы проводили здесь детские соревнования. Но сейчас команда выступает в высшем дивизионе Национальной парусной лиги России и является лидером. То есть, скажем так, это такое вот в этом году. Мы тяжело пробились в высший дивизион. Это действительно была такая борьба, чтобы попасть в высший дивизион, чтобы было понятно. Многие команды годами работают, чтобы попасть туда. Да, нам было нелегко, но мы пробились. И на сегодняшний день мы являемся лидерами высшего дивизиона Национальной парусной лиги России. И, соответственно, команда, которая приедет к нам в республику, уже после соревнований, которые сейчас в Санкт-Петербурге прошли, и я жду свой состав, как говорится, здесь. Мы два дня потренируемся на озере, походим, посмотрим тактически, где лучше будет прохождение маршрутов. И думаю, что мы окажем достойное сопротивление и будем бороться за победу на данных соревнованиях. Пусть гости нас простят, но без боя мы не сдаемся никогда. И выступать никому в этом году уже не будем, как это было в 2017. То есть гостеприимство должно быть определенным. Нет, это здорово, что такая молодая команда уже сейчас готова соперничать на самом высоком уровне. Это только радует нас, образа болельщиков. Ну и, конечно, мы не можем не спросить о местных воспитанников парусного спорта. Вот мы знаем, что детская команда есть. Какие они результаты, на каком они сейчас уровне находятся. И когда нам стоит ждать уже взрослых, скажем так, новое поколение, которые смогут выступать уже, ну, заменить вас в будущем, так скажем. Хотя я знаю, в парусном спорте можно долго выступать. Конечно, это парусный спорт, тот один видов спорта, которым, допустим, я спортсменов знаю, которым по 87 лет. Это активные их смены, которые участвуют не просто в каких-то регатах любительских, а именно в соревнованиях. Есть такие люди. Что касаемо нашей детской команды, наша детская команда, то, что прошла детская регата, показала хорошие результаты. У нас есть ребята, которые подходили, тренеры из других школ парусных, говорят, слушайте, где вы их тренировали? Я говорю, да у меня ребята всего, ну, сборы только два раза проходили, вот один раз в неделю, были на российский, другой раз в Артеке месяц, вот как-то там тренировались. Такое впечатление, что у него у вас уже года два на воде и вот так вот выступают. То есть тренеры из других именитых клубов, они были удивлены результатами наших детей. Я надеюсь, что республика поддержит нас. Мы откроем на Грозенском море детскую парусную школу, и у нас будет возможность уже тренировать наших детей здесь, в нашей акватории, где есть все условия у нас есть для этого. И вот именно вот этот первый состав команды Ахмат детской, я думаю, что из них вырастут действительно чемпионы, чемпионы России, чемпионы Европы, мира. Потому что у этих детей азарт в глазах, они хотят этим видом спорта заниматься, это главное для ребенка. Когда его заставляете что-то делать из-под палки, он никогда не принесет результатов. А когда дети стремятся, стремятся именно не просто заниматься парус-спортом или вообще любимым другим спортом, а достигать какие-то вершины в этом, то, конечно же, в этих детей, в наших детях это есть. И они покажут результаты. И надеюсь, уже вот через года два они уже будут выступать и на чемпионатах России и Европы. Ну что же, это не может не радовать. Есть потенциал, есть возможность, инфраструктура. Будем надеяться. Да, еще какие-то немного штрихи остальные будут несены и мы увидим уже непосредственно всю пирамиду. У нас есть основная команда, но, конечно же, мы знаем, что любое спортивное сообщество это пирамиды начинает детскую школу. Наша команда, у нас остался один этап, это гранд-финал в высшем дивизионе Национальной парусной лиги России, который будет проходить буквально после казино АМА соревнований в Калининграде. Это уже во второй неделе августа. И у нас там такая конкурентная борьба ожидается. Там будет начисление двойных очков. То есть это финал из финалов, который для нашей команды, он такой знаковый. А после этого у нас команда Ахмат, наша взрослая команда, она прошла отбор на чемпионат мира от России, но будет выступать именно под своим названием, как команда Ахмат и под флагом и России, и Чеченской Республики. Надеюсь, Республика поддержит нашу команду и мы там, соответственно, выступим и достойно выступим. То есть это очень большие достижения, я считаю, в парусном спорте, да вообще в спорте, когда у тебя команда, существующая всего лишь два года, выходит на такой уровень. Безусловно, это огромный успех, огромное достижение, поэтому мы вам желаем только успехов, только побед. Еще раз благодарим за то, что приняли участие в нашей программе. Очень много интересной информации мы от вас получили. Ну и будем надеяться, через некоторое время еще раз увидимся здесь, в этой студии. Спасибо вам большое за приглашение и приглашаю на Кубо Казино Ам, на озеро Казино Ам, посмотреть, как это будет. Не отказывайтесь от предложения, обязательно посетите это высокогорье, вы увидите прекрасную природу, ну и, конечно же, потрясающие по накалу соревнования. Я напоминаю, это был президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев, а мы продолжаем наш выпуск. Чеченский вундеркиндер Ахим Куриев установил еще два новых рекорда. Теперь он лучший по отжиманиям среди мальчиков шести лет. Уже по традиции свой очередной рекорд Куриев устанавливал в главном павильоне ЧГТРК «Грозный». Поболеть за него приехали не только родственники, но и известные спортсмены. Подробнее в нашем репортаже. Этого мальчика и представлять уже не стоит. Его и так все знают. За его плечами семь мировых и один российский рекорд. Но сегодня он планирует добавить к ним новые достижения. Рахима Куриева в большой студии телеканала «Грозный» встречает, как и подобают спортсмену такого уровня. Встречайте в сопровождении рэпера Джей Джея Рахим Куриев. Пока Рахим будет отжиматься, из зала всех выводят, чтобы не отвлекать мальчика. Во время упражнений рядом с ним только отец с зельем и дедушка Шаруди. Техника у Рахима не изменилась. Как обычно, перед ним лежат спички. По ним он определяет, сколько ему осталось отжаться. На этот раз мальчик планирует сделать пять тысяч повторений. Сегодня поддерживают шестилетнего Рахима из Добаюрта близкие и односельчане. И их ожидания мальчик оправдал вполне. Ему удалось поставить два рекорда. Об этом заявили официальные судьи. Рекордсмен Гиннеса Андрей Лобков и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Рекорд. Наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире. Мальчиками шести лет. С результатом 4183 повторения. Объявляю официально зафиксированным. Поздравляю тебя. И второй рекорд звучит так. Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет. С результатом 4168 повторений. Объявляю официально зафиксированным. Поздравляю вас. 4168 повторений без перерыва. Это просто немыслимый результат для еще не сформировавшегося организма. Поздравить с таким достижением и с подарками для юного рекордсмена приехали именитые спортсмены бойцовского клуба «Ахмат», а также министр спорта Муса Ханариков и министр по делам молодежи Исаи Ибрагимов. Наши юные спортсмены делают историю в области спорта, а, конечно же, это заслуга Рамзана Ахматовича. Все эти рекорды, которые устанавливаются у нас в республике, это всесторонней помощи Рамзана Ахматовича. И мы не будем на этом останавливаться. Я думаю, что наши юные спортсмены и Рахим еще нас будут радовать новыми рекордами. Для этого у нас в республике все возможности, условия есть. Как министр по делам молодежи, мне вдвойне приятно, что подрастающее поколение у нас трудится, показывает очень хорошие результаты и побивает мировые рекорды. Я еще раз хочу Рахиму пожелать новых успехов в его нелегком труде. Все сильно переживали за Рахима. Поначалу у него плохо получалось отжиматься, но в итоге поставленной цели мальчик смог добиться. И теперь он лучший в дисциплине отжимания среди юношей 5 и 6 лет. Всегда переживаешь, даже больше, чем организаторы, наверное, этого мероприятия. И, конечно, хочется, чтобы потенциальный рекордсмен справился с задачей. И сегодня, слава Богу, что все удалось. Рахим Куриев действительно спортсмен уже мирового масштаба, мирового уровня. Каждый его рекорд – это феномен. На данный момент он установил два мировых рекорда. Сегодня в студии и именитые спортсмены. Люди, которые не один десяток лет отдали спорту, имеют множество достижений. Они отмечают, что с Рахимом даже не стали бы соревноваться. Шансов нет никаких. Я с трех лет занимаюсь. Я никогда больше, наверное, 150 отжиманий никогда в жизни не делал. То есть у меня не получалось. Сегодня я очень горд тем, что я стал свидетелем того, что Рахим Куриев побил такой, побил и установил новый рекорд. Теперь в коллекции сертификатов рекордсмена у Рахима 10 экземпляров. Среди них есть за отжимания, за брусья и один сертификат за самого юного почетного гражданина. Кстати, это звание ему присвоил Рамзан Кадыров, когда мальчик поставил свои первые рекорды. После этих достижений отец и тренер Рахима Куриева уже думают о следующих. Рамзан будет ставить на колесо для пресса максимальное количество. За 10 минут он будет ставить. Или 10 минут, либо 30 минут. Мы так планируем. Посмотрим, как получится. В Урсмартане прошел второй ежегодный турнир по дзюдо среди учащихся школ Хафиза в памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из шести религиозных учреждений Чечни. Ребята продемонстрировали прекрасную физическую подготовку и волю к победе, показывая, что совершенствуется не только духовно, но и физически. Всего было разыграно 12 комплектов медалей. По итогам турнира в общекомандном зачете первое место заняла команда школы Хафиза в городе Урсмартан имени Харона Алаудинова. Мы знаем, как сложно этим ребятам заниматься. У них, можно сказать, 24 часа они учат Коран, и поэтому заниматься спортом и как профессионально у них не получается. И я хотел бы поблагодарить трениров за такой короткий срок, как они этих ребят подводят, готовят. На самом деле, очень хорошая работа трениров и ребят. Еще один вундеркинд Магомед Эбзаев на неделе вернулся из Москвы. Юный воспитанник бойцовского клуба «Беркут» во второй раз стал победителем первенства мира ACB джиу-джитсу. Магомед Эбзаев по праву считается одним из самых талантливых спортсменов своего возраста. Парнишка уже сейчас имеет большую коллекцию наград, но самое главное, он понимает, что это только начало его пути в большом спорте. Практически все свое время Магомед Эбзаев посвящает спорту. Он либо тренируется, либо просматривает видео своих выступлений. И уже, несмотря на возраст, умеет анализировать свои ошибки. Вообще же, в спорте он с пяти лет. Параллельно занимается сразу несколькими видами единоборств. Их, каждым из них имеет определенные успехи. За годы своей спортивной деятельности парнишка завоевал уже много наград. Но самый статусный успех – это, пожалуй, победа на первенстве мира ACV джиуджидзе. Причем в этом году он уже стал двукратным обладателем этого титула. В родном зале Беркута Магомеда чествует его тренер. Здесь такая традиция – после каждого серьезного результата наставник лично награждает своего ученика. Да, как мы знаем, Мухаммад повторил свой прошлогодний результат. Тем самым стал уже двукратным чемпионом мира по версии ACV джиуджидзе. В этом году в джи, в кимоно. Готовились долго, упорно. Альхамдулла, все получилось. И сладко. Последний шикунгс. Я распал. Вообще в этом зале много талантливых ребят, которые уже сейчас выступают на достаточно высоком уровне. Магомед Алиев рассказывает, что парни тренируются очень хорошо. А некоторые из них в ближайшее время ждут очень серьезные старты. Иншалла, надеемся на это. Двое у нас едут в Италию в начале августа. Также в начале августа у нас большая команда выезжает в город Орел, где будет проходить первенство мира по грепплингу. Надеемся на победу. Эти парни только начинают свой путь в большом спорте. И самое главное для них сейчас – это понимание, что нынешние успехи носят только локальный характер. Самые большие победы еще только впереди. На этом у нас все. Желаем вам такого же трудолюбия и духа, как у наших сегодняшних героев. До встречи ровно через неделю. Занимайтесь спортом и берегите себя. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok